11 номер за 12 год от издателя что в декабре луна нам будет рекомендовать тыква и так далее обидчивости, оранимости то есть, знаете, интересно получается что вот на таких вот рассказах на таких вот разъяснениях ты как-то начинаешь сам лучше себя понимать и если такая ситуация случается ты невольно ловишь себя ага, а это я уже слышал, это я уже читал и как надо себя правильно вести в данной ситуации и это уже, знаете, как-то невольно записывается на подкорку и человек уже реагирует ни криком, ни матом, ни раздражением ни еще чем-то, ни каким-то отрицанием а более спокойно, более разумно и естественно это сказывается положительно и на его здоровье и более того можно поругаться так что у вас разрушится судьба семьи что вы поссоритесь с кем-то у вас может рухнет ваше дело а тут вы можете все сохранить приумножить и как-то это все обойти потому что у каждого в жизни случаются такие какие-то ситуации жизненные они на то и даны чтобы мы духовно росли преодолевали их преодолевали не тем, что там волевым каким-то напором а более тем, что мы это правильно воспринимаем правильно воспринимаем правильно воспринимаем и правильно действуем оставаясь спокойными и разумными делая из этого соответствующие выводы и поднимаясь все выше, выше, выше вот что самое интересное поэтому читайте такие статьи они весьма полезны да и люди почему-то любят читать жизнь другого человека или смотреть даже слушать скандалы почему-то потому что нечто подобное происходит у каждого человека в той или иной степени просто это звездный скандал а это тут какой-то бытовой скандал с уборщицей или еще там где-нибудь в магазине в автобусе но тем не менее как вот себя держать как выходить как вообще не допускать на что обращать внимание или нет тыква рассказываю про тыкву какие виды бывают как выбрать тыкву состав тыквы что в ней содержится диетическое питание лечебные свойства тыквы мяка тыквы как она действует на почечные заболевания на заболевания печени на сердечно-сосудистые при малокровии при бессоннице диетическое питание чем вот питание тыквой будем говорить хорошо ну в первую очередь так я хочу сказать в первую очередь это продукт весьма дешевый не то что там какая-нибудь там колбаса которая там еще напичкана неизвестно чем во вторую очередь продукт очень полезный и в третью очередь этот продукт еще и целебный кстати в целебной кулинарии можете посмотреть на ютубе программы моей целебной кулинарии я там рассказываю о тыкве о ее полезных свойствах готовим а тут огромная статья как раз все это описывающая это двенадцатый год я тогда еще не делал программы целебная кулинария противопоказания к употреблению тыквы как правило никаких противопоказаний нету далее у нас идут семена тыквы тыквенные семечки тыквенное масло кстати я сам пью тыквенное масло для профилактики заболеваний предстательной железы прекрасное средство столовую ложечку с утра заголотили натощак мужчины и все и эта простая вещь позволит мужчинам сохранять его половой аппарат в порядке до глубокой старости у меня уже идет седьмой десяток лет и были проблемы в конце будем говорить где-то на пятьдесят седьмом пятьдесят восьмом пятьдесят девятом так вот годах так я чувствовал с предстательной железой а потом когда я стал применять тыквенное масло вы знаете я очень-очень доволен простое эффективное средство но надо применять ежедневно так что тут кожура тыквы чем она полезна идут рецепты из блюд тыквы как готовят тыкву тыква в косметологии также есть у нас отличная вещь вот тыква там маринона цикаты то есть вот я люблю взял какую-то статью вернее определенную тему ну вот про тыкву собрал много статей различных в справочниках все это посмотрел обработал свое еще собственное мышление добавил но получается интересная такая полноценная статья которая работает познавательно практический страдание святого великомученика Пантелеймона Пантелеймон был юношем вот как раз мы его видим он исцелял с помощью ну будем говорить Божьей благодати которой он обладал вот то есть он вроде бы использовал разные травки говорит но на самом деле на самом деле это было прикрытие чтобы люди уж будем говорить относились к нему как к врачевателю а не к тому что он пришел дай мне здоровье он ему дал а вот вот так вот ну и вот его житие кстати очень полезно тоже жития святых в которых мы узнаем за счет чего они стали такими почему у них возникли значит силы через что они прошли какие сомнения были очень интересные и поучительные такие вот статьи беседы здоровье ротовой полости как ее сохранить что надо делать вот различные значит рекомендации можно например горызть веточку можжевельника или дуба для укрепления зубов делать массаж пальцем десен просто берем смачиваем помыли палец указательный и начинаем десны десны минут пять хорошенько знаете что почувствовали что их промассировали что они там кровь зациркулировала потому что не используем мы свой жевательный аппарат у нас происходит застаивание где идет застаивание между зубом и вот эта вот лунка где зуб размещается тут начинают значит бактерии они там естественно свои продукты жизнедеятельности в виде гноя начинается разрушение кариес шатаются зубы парадонтоз плохой запах и все это ведет к тому что мы теряем зубы вот я этот рецепт знал медленный метод но особо не пользовался а я увидел человека который вот его знал потому что мы много вроде бы знаем но мало используем а он использовал я увидел моего возраста мужчина зубки все у него целы все целы свои без всяких там пломб и вставлений за всем надо следить и в газете как раз это подчеркивается здоровом теле здоровые сосуды вот как поддерживать здоровье сосудов большая статья ответ вопрос схема развития миомы вот для женщин что надо делать вот кстати допустим плоды хурмы используют для того чтобы удалять вот эти вот неомы то есть в статье рассказано как можно значит в первую очередь не допустить это заболевание во вторую если оно уже появилось как можно значит на него повлиять для того чтобы там избежать каких-то серьезных последствий как поддерживать фигуру что делать если ушел ну ушел и ушел здоровье женщины в фактах и цифрах ну все это вот я рассказываю объясняю в этом газетка закончилась с